Скорпионы, всем доброго времени суток! Меня зовут Ева Лехцер и в данном видео мы с вами будем смотреть ваш Таро прогноз на август 2020 года. Работать я буду сегодня с двумя колодами. Обе колоды Чиро Маркетти, основная колода у нас это вот Гилды Таро и вспомогательная это Оракул Кипера. Для тех, кто впервые на моем канале, расскажу, как мы будем выстраивать работу. Значит, мы с вами посмотрим общие энергии месяца, а также те события, которые наиболее вероятно отыграются у вас в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. Плюс карты дадут вам совет, как наиболее благоприятно и продуктивно провести данный период. Хочу вам напомнить, что расклад является общим. Он не может однозначно отыграться у каждого из вас. Поэтому возьмите это на заметку. Принимайте в большей степени как пищу для ума и размышлений. Возможно, в чем-то это вам поможет. Так, общие энергии месяца. Что вас ожидают в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Итак, давайте с вами будем смотреть. Общая атмосфера месяца у вас по шпинтакле. Это вопросы поиска нового источника дохода, поиска заработка, обучения, стажировки, получения новых знаний и вопросы детей. То есть, куда определить ваше чадо, может быть, школа, сад, секции, еще какие-то нюансы. И вложения, в принципе, в детей, траты на детей. Вот об этом говорят карты. Плюс многие из вас могут вкладываться в какие-то курсы, повышение квалификации. Все то, что впоследствии вам поможет получить какую-то базу для развития собственного дела, собственного бизнеса. Так как карта многогранна, безусловно, мы с вами будем ее уточнять и смотреть, какой с собой она мотив несет. Ну, здесь по девятке кубка. Во-первых, это траты на удовольствие. Это первый момент. И второй, это действительно прощупывать почву. Каким бы делом вы хотели заняться? Что бы вы хотели реализовать? Потому что по связке карт это как найти работу для души, для тела. Для некоторых это даже могут быть вопросы общепита, гостиничного, ресторанного бизнеса. Либо, как мы здесь видим, да. Вот. У нас здесь мастер, который либо торгует вином, либо пивом, какими-то напитками. То есть это как открыть, может быть, даже свой какой-то бар, продуктовый магазин. У кого-то на повестке дня даже могут стоять таковые задачи. Ну и второе, безусловно, это проиграется в большей степени для вас. Это траты на отдых, либо на отпуск. То есть то, что связано с получением эмоций и вашим восстановлением. Что у вас здесь по работе? Ну, по работе у вас падает старший аркан дьявол. Здесь созависимое положение вещей. Это может быть работа, которая не в радость, а в тягость. Но вместе с тем дает какой-то пока еще источник дохода. Ну, давайте с вами дополним, посмотрим, что у вас там по факту. Ну, видите, семерка пентаклей. Деньги зарабатываете, но не те, которые бы хотелось. Корзина пуста. Ждете ожидания подобного своего труда. Ждете какого-то старта, либо новых возможностей. Еще по связке карт это как поставить работу на паузу. С какой целью? С целью восстановиться, уехать на отдых. Поэтому корзина пуста. Как указание на то, что нет заработка. Еще по связке карт. Например, если вы в статусе пенсионера. Пенсионера не работающего. То это может быть какой-то разовый заработок. Ну, но тем не менее, который вас порадует. Это здесь первый момент. Второй момент. Если вы на текущий момент в статусе соискателя. Это найти работу. Но знаете, как зарплата здесь в конверте. И уже как ввязали свои обязательства какие-то. Подписали трудовой договор. А заработная плата, либо условия труда вас не радуют. Если вы наемный работник, это, называем еще своими именами, откаты. Это, в принципе, какие-то могут быть сделки нечестного характера с целью заработать, получить проценты. Ну и опять же, как поставить ситуацию на паузу, отдохнуть. Потому что здесь внашивание планов, внашивание идей. Если у вас вы собственный бизнес, это как рост доходов, увеличение доходов и вашего потенциала. Так и как бы странно это не прозвучало. Это как кому-то платить или вкладываться за получение протекции. Ну, в простонародье, знаете, как платить крыша. Называем вещи своими именами, но здесь как есть. Хорошо. Что относительно финансов? По тройке Пентакли заработок есть стабильный. Это как стабильный оклад, либо прибыль. То есть в рамках этого месяца выше головы, к сожалению, здесь не прыгните. Но, тем не менее, ситуация, которая говорит о том, что есть деньги, есть стабильное положение вещей и уже хорошо. Так, что у вас здесь по здоровью? По здоровью здесь у вас может быть ситуация связанная. Обратите, пожалуйста, внимание, чтобы не было отитов. Потому что некоторые здесь могут беспокоить воспалительные процессы уши. И такой момент. Берегите еще связки. То есть отдых отдыхом, активные виды спорта тоже приветствуются. Но, тем не менее, поберегите здесь себя, не переусердствуйте. Иначе, ну, каким-то образом можете сами себя навредить. Что же относительно вопросов личной жизни? Здесь все прекрасно. Тройка кубков. Карта, которая указывает на ситуацию эмоционального подъема, радости, вдохновения, укрепления. В принципе, взаимоотношения, которые у вас существуют. Для тех, кто на текущий момент свободен, мы сейчас дотянем с вами аркан, посмотрим, как будет развиваться для вас ситуация. Итак, для тех, кто сейчас свободен, это может быть знакомство на какой-то вечеринке у ваших друзей, знакомых, родственников. Семейные какие-то собрания, даже у кого-то на свадьбе. Это познакомиться. Приятно провести время, во что уводятся эти отношения, это уже другой момент. Но факт остается фактом. Это знакомство на каком-то знаковом мероприятии. Для тех, у кого нестабильные отношения, любовные треугольники, четырехугольники, давайте с вами посмотрим, как для вас развивается ситуация. А здесь тройка кубков и отшельник. Смотрите, знаете как, текущее положение вещей вас устраивает, но это желание отстраниться, тоже эмоционально наполнится. Вы можете даже самостоятельно здесь отправиться на отдых, без вашего партнера, либо партнерши. Ну давайте даже дотянем, почему. Ну это знаете, как с целью каких-то манипуляций, чтобы впоследствии добиться того развития событий в отношениях, которые вы рассчитывали. Теперь посмотрим для тех, у кого стабильные семейные связи, как для вас будет отыгрываться данный формат. А здесь тройка кубков и пятерка жезлов. Несмотря на ситуацию какого-то напряжения в отношениях, то что у вас имело место быть, попытки убрать и снивелировать все эти конфликты. Это привнести в отношения что-то новое, гармоничное, потому что слишком много было споров, склок, выяснений взаимоотношений. Сейчас даже дотянем с вами. Видите, и теперь по тузу жезлов отойдет ситуация, которая говорит о том, что пришло время каким-то образом восстановить. Кстати, по связке карт тройка кубков и туз жезлов у тех, кто длительный период боролись за вопросы деторождения, может состояться зачатие. Что здесь еще? Смотрите, какова ситуация. Вот по связке арканов, тройка кубков, пятерка жезлов и туз жезлов у вашей второй половины не то, чтобы появится увлечение. Нет, они могут стать объектом пристального внимания, не знаю, там ваша девушка, там, либо ваш мужчина. И вам здесь, знаете, как взбушует ревность, придется отстаивать интересы и бороться с конкуренцией. Вот об этом говорят карты. Хорошо, и давайте смотреть совет. Нет, по совету. Рыцарь мечей. Действовать быстро, молниеносно. Вместе с тем не принимать какие-то ситуации близко к сердцу. Стараться все-таки не конфликтовать, а просто как-то аргументированно отсекать какие-то болезни для вас ситуации. И самое главное, это двигаться в дорогу. Поездка, путешествие, отдых, то, что вами было запланировано. Потому что для вас это сейчас необходимо. Судя по картам, особенно дно голода, которое я вижу, у вас пятерка кубков. Надоело все, полное эмоциональное истощение, необходимо восстановление. Поэтому, если у вас возможности позволяют, временные и финансовые, смело в путь и дорогу, как говорится, отдыхать и восстанавливаться. Помимо всего прочего, ну вот видите, здесь солнце, это карта отпуска. Отпуска, восстановление. Помимо всего прочего, арканы, которые указывают на ситуацию, что... Как вам это корректно донести? Знаковые какие-то моменты. Вот как бы это странно ни звучало, но я сейчас это объясню, как падает. Это избежать каких-то глобальных ДТП. Вот знаете, как ангел хрентик, который ведет вас выше. Это как в последний момент, вот на обрыве остановиться. Но я сейчас объясню, не с позиции того, что там будет обрыв. Но допустим, ехали, закончился бензин. Или там заглох, или что-то еще. Впереди какая-то знаковая авария. То есть, знаете, как вас ведут свыше. Поэтому здесь, опять же, такой момент, не форсируйте события. И если случаются какие-то неприятности, это как знак свыше, что тише едешь, дальше будешь. Хотя на рыцаря мечи это, конечно же, не похоже. Это не карта медленного действия. Но вот связки с солнцем, это факт. Давайте с вами посмотрим на неожиданные события. Ну, шикарные карты на месте. Тут добавить нечего. Что здесь может идти? Акцент на ребенка, устройство ребенка, там школы, детские сады и так далее. Вот видите, вопросы договоров. Кто-то может устраивать какие-то частные сады. И в принципе, это как совместный отдых, времяпрепровождение. Понимаете, здесь вот карта крупного выигрыша и удачи. Это вот то, к чему вы стремились. Для кого-то крупная удача, это будет появление ребенка в семье. Для кого-то обретение второй половины. Для кого-то из вас это как знаковое вложение в новое дело, в новое начало. Ну, и как следствие, это поможет вам потом продвинуться, достичь тех результатов, которые вы долго планировали. Поэтому, скорпионы, месяц у вас шикарный. Старший аркан у вас здесь падает вот только на работу. Остальные падают допами. Но, тем не менее, он сулит вам эмоциональное восстановление и благоприятные перемены. Поэтому пусть так и будет. Вот таким для вас выходит месяц. Напишите мне, пожалуйста, впоследствии, как он для вас отыграется, либо не отыграется. Я вам буду признательна за обратную связь. Для тех же, кого интересует мое обучение, либо индивидуальные консультации, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Мой админ Анастасия ответит на все ваши вопросы. Оставляйте текстовые или голосовые сообщения на вайвере в WhatsApp. По мере своей загруженности она вам даст обратную связь. Я искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч.